Привет! Вы на канале с обзором книг платформы Литмаркет и сегодня я поделюсь с вами личным мнением о прочитанном. Ну что, поехали? Итак, первая книга, о которой я буду сегодня рассказывать, опубликованная на сайте Литмаркет в октябре 2021 года. И мы знакомимся со сборником рассказов, объединенным общей темой человечность. Каждый рассказ по-своему смотрит на такое неординарное и в некотором плане необычное существо, как человек. Ну и по-своему отвечает на вопрос, а что вообще значит быть человеком. Не стоит, правда, забывать и про дополнительные вопросы из серии, способен ли человек на кого-либо повлиять или нет. И опять-таки, к чему данное влияние может привести. Вторая книга опубликована на сайте Литмаркет в июле 2021 года. Это тоже сборник рассказов, но они все объединены не только жанром научная фантастика, но и по-своему исследуют альтернативную историю и будущее. Правда, некоторые рассказы сложно отнести к научной фантастике или к размышлениям о будущем. Это скорее истории со смыслом. Причем в каждой истории есть свой неповторимый смысл. Иногда явный, иногда не очень. Но в целом каждый из рассказов достоин того, чтобы с ним познакомиться. Главную интригу данного произведения я бы выразила одним вопросом. Разная ли бывает человечность? И ведь на самом деле, а насколько разная она бывает? И вообще, может ли она быть разной? Имеет ли значение, если тебя кто-то забудет или кто-то будет о тебе помнить? Что значит оказаться гостем на незнакомой планете в незнакомом обществе? И к чему порой гостеприимство может привести? Каким последствиям может привести действие одного человека для всего человечества? Ну и да. Сколько может изменить один день задержки? Не переживайте. На эти и многие другие вопросы в историях есть ответы. Каждый рассказ имеет свою определенную тональность, красочность. Одни куда более мрачные, другие немножечко полегче, третьи просто завораживающие. В общем, по-моему, именно вот этим неповторимым разнообразием и полезны сборники рассказов. Особенно если это сборники, где под обложкой собраны рассказы разных авторов. Ну, чем невозможность познакомиться с творчеством, возможно, непохожих друг на друга людей. Главную интригу данного произведения я бы тоже выразила одним вопросом. Как способно измениться будущее? Ведь все мы прекрасно знаем, что будущее определяет наши действия в настоящем. Но если это для кого-то секрет, извините, что я открыла тайну Вселенной. Ну, мало ли, всякое бывает. И ваше будущее очень часто зависит не только от того, кто, где и какие открытия совершит, но иногда и от того, заплатили ли вы человеку за услугу. Потому что если нет, готовьтесь к тому, что ваше будущее может немножечко сократиться. Вообще, как это так звучит странно? Ваше будущее сократится. Ну, как бы можно, наверное, еще сказать, что ваше будущее будет не настолько длинным, как вам бы хотелось. Вы проживете недолго. Особенно, если перейдете дорогу не тем людям. Но, с другой стороны, а как понять, это те люди или не те люди? Можно переходить дорогу или лучше не стоит? В общем, не все так просто. Не на первый взгляд, по крайней мере. Ну, и понятное дело, что некоторые рассказы дают очень интересные отсылки к современной культуре. Моя любимая, пожалуй, это отсылка к Терминатору. Стоит ли мне говорить, что в финале данного рассказа, где недвусмысленно намекается на события кинофильмов Терминатор, в данном случае я имею в виду первый-второй, лично я в финале вот этого вот рассказа даже немного позлорадствовала. Ну, потому что, как бы, не надо думать, что ты лучше других и знаешь все так, как должно быть, когда, ну, ты не был в этой ситуации. Ну, и по сути своей ты явно не в курсе. Но это опять-таки кому как повезет. К плюсам мне бы, во-первых, хотелось бы выделить то, что это очень разные истории. Да, я уже говорила про тональность и красочность каждой из историй, но в этом-то и есть на самом деле главный плюс подобных сборников, когда можно в совершенно разных историях найти что-то особенное именно для себя. Такие сборники всегда интересно перечитывать каждый раз, находя для себя что-то новое в уже прочитанных историях, потому что мы же развиваемся, наше мировоззрение тоже меняется, и где-то на какие-то истории, может быть, с самого начала мы посмотрим и подумаем, что-то как-то тут не вяжется, а потом через какое-то время, уже поднабравшись немного опыта, снова перечитаем и поймем, что все, оказывается, это понятно и лежало на поверхности. Но такое бывает не всегда, не со всеми, да и не всем это надо. Я так подозреваю. Плюс ко всему, хотелось бы также и выделить, что да, в основном это трогающие душу рассказы, поднимающие достаточно важные вопросы. Например, что такое гуманизация для тех, на чьей планете эта самая гуманизация проводится? И если люди в итоге действительно найдут свое счастье, то какую цену придется заплатить тем, кто жил на планете до них? И вообще, будет ли там какая-то цена или не будет? Или это будет просто мир, дружба, жвачка? Хотя, опять-таки, далеко не факт. Наша собственная история это подтверждает не один раз. Дружбу с аборигенами водят не все, не всегда. И как бы обычно аборигенов истребляют. Будем смотреть правде в глаза. Но мне, например, также понравился рассказ «Женщина-город». Очень красивая и по-своему очаровательная история о любви. Я бы даже сказала, что не только о любви к противоположному полу, к городу, к творчеству, но и в некотором плане о любви к себе. Ну и понятное дело, чем вся вот эта вот разнообразная любовь в итоге может завершиться. Финал у данного рассказа в некотором плане неоднозначный. С одной стороны, он вроде как бы и счастливый, а с другой стороны, ну, как бы и не совсем счастливый. У данного сборника рассказов, пожалуй, опять-таки, плюсы с предыдущим будут немножечко схожи. Но по-своему отличаться. Главное, на что лично я обратила внимание, это интересный взгляд на альтернативную историю будущего. То есть истерии «А что если?». И вот это «А что если?» очень интересно раскрывает некоторые моменты и проблемы того, кто такой герой, как быть героем, кем лучше быть, героем единиц или героем миллионов. И в итоге, да, всё по-разному, чисто индивидуально. И каждый делает выбор сам для себя, кем он хочет быть, почему для него это важно. Ну и чем может закончиться открытие новой планеты? Да, согласна, получилось немножечко внезапно. Ну вот, как бы, бывают события, которые происходят просто внезапно. Ты не ожидаешь, что это произойдёт, но это происходит. Хочешь ты этого или нет. Но что-то я опять немножко отошла от темы. И опять-таки об этом уже упоминала. Но всё-таки хочется отметить ещё раз, что в данном сборнике действительно разные по настроению и смыслу рассказы, многие из которых поднимают достаточно важные вопросы. Как я уже говорила, кто такой герой, что значит быть героем, ну и каким порой может быть будущее. Ну а также, кто мы в этом будущем. И да, на мой взгляд, это хорошо, что рассказы разные, что к некоторым хочется вернуться, некоторые прочитала один раз, и в целом достаточно. Тебе всё понятно, всё ясно. И в некотором плане они могут заставить не только задуматься, но и испугаться. Такие истории тоже имеют место быть. Так что, да, вот этим вот самым разнообразием и подкупает в большей части данный сборник. Помимо того, что обе книги – это сборники рассказов, они объединяют в себе важные вопросы человечности, а также показывают то, насколько разным может быть будущее в зависимости от наших собственных действий. Ведь, да, если посмотреть правде в глаза, мы сами создаём наше будущее. И от того, что мы говорим, как мы действуем, о чём мы думаем, очень часто зависит, где мы окажемся. Ну и где окажутся все те, кто тем или иным образом с нами связан. Я не могу сказать, что у меня были какие-то особенные ожидания, когда я брала оба этих сборника. Нет, я была абсолютно уверена в том, что я хорошо проведу время за каждый из данных книг. Мне будет интересно. Одни истории мне понравятся больше, чем другие. Ну и в целом книги оставят после себя хорошее впечатление. Так что, да, я абсолютно не пожалела, что взялась за один, что за другой сборник. Оба были прочитаны с огромным удовольствием. Ну, лично у меня. Нельзя сказать, что у сборника рассказов, Хоума, который идёт от крафтового журнала рассказов, нет или есть продолжение. Скорее, есть другие выпуски, которые в общем и целом, да, я планирую прочитать. Ну, а почему нет? Мне, как оказалось, нравится малая форма. Она интересная. И да, она умеет восхитить талантом писателя в небольшом объёме текста рассказать необыкновенную историю. Это действительно круто. Ну, да, если бы я не советовала прочитать данные книги, я бы не снимала данное видео. Так что переходите по ссылкам внизу в описании. Если вдруг вас ещё нет на сайте Витмаркета, регистрируйтесь и читайте интересные сборники рассказов. Хоума – невероятная фантастика о человечности, крафтового журнала рассказа и «Муравьи на сахаре» Родиона Вишнякова. Главное, не забудьте поблагодарить авторов за их труд. Если вы напишите хотя бы простое «Спасибо», плюсик ткан, вам гарантирован. Ну, а если вдруг произведение понравится вам прям, ну, очень сильно и вам захочется отблагодарить авторов намного больше, чем просто слово «Спасибо», есть такая функция, как «Донат». Нажимаете на хрюшку, выбираете, подаете там 10, 20, 30, 50 рублей. И думаю, что никто из авторов не откажется от такого рода благодарности. Ставьте видео палец вверх и не забудьте подписаться на канал, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры, которые выходят каждую неделю. Благодарю за просмотр. И помните, если книга идет с пометкой «Самыздат», это еще не значит, что она плохо написана.